Они пользуются большой популярностью в жителей краевой столицы, причем не только у пожилых людей. Это я о социальных ярмарках, которые проводят в Барнауле уже в ближайшую субботу. После значительного перерыва ярмарки возобновляют свою работу. Останутся ли традиционными места их проведения, изменится ли ассортимент, не только об этом. Поговорим сегодня с Александром Пугачем, председателем Комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросом труда администрации Барнаула. Здравствуйте, Александр Иванович. Заваливают ли вас письмами или звонками жителей города в зимний период, когда ярмарки не проводятся? Есть такое? Я не скажу, что телефон разрывается или раскалился до красна, но звонков достаточно много. Горожан интересуют, когда ярмарки начнутся, потому что перерыв зимний достаточно продолжительный, а ярмарки в принципе популярны среди населения. А при каком температурном режиме вы начинаете возобновлять их проведение? Или с морозами может быть этот факт и не связан? Он связан как с морозами этот фактор, так и с жаркой погодой в летний период. Мы тоже прекращаем летом проведение таких мероприятий, потому что это противоречит тем условиям, которые положено иметь при реализации и хранении скороподческих продуктов. Потому что на ярмарке у нас реализуется, в основном, именно эта группа товаров, которые требуют особого температурного режима. Мы не можем замораживать продукт, мы не можем допустить порчи его при высокой температуре. Еще один момент, что весовое оборудование, электронные весы, они тоже достоверно показывают при температуре не ниже 12-14 градусов. Поэтому мы тут моральное ответственность несем. Но это немаловажно, чтобы весы показывали правильно. Конечно, конечно. Поэтому мы обсчитать, обвесить, это просто не имеем морального права. Вы обычно всегда в конце или в середине февраля возобновляете, да? Или вот сейчас потеплело и начали? Да, в этом году мы график составили, нам хотелось сократить этот период такой продолжительный. И мы боялись, что вот это похолодание аномальное захватит еще и 16 февраля. Поэтому, ну, к счастью, получилось так, что у нас действительно в субботу будет хорошая погода, от минус одного до плюс четырех днем. Поэтому это вполне самая оптимальная температура для того, чтобы вести торговлю этой категорией продуктов. А все-таки, по-вашему, почему ярмарки пользуются таким огромным спросом? Потому что я сама наблюдала, я на Южном живу, желаю себе приобрести продукцию огромное количество. Ну, вы знаете, здесь самая, наверное, главная причина – это все-таки ценовой фактор. Потому что, во-первых, все производители торгуют бесплатно. То есть здесь вот этой аренды, арендной платы, она не ложится на стоимость продукта, это первое. А второе, когда торгуют производители, то исключается оптовая и розничная наценка. Порой у нас как? Производитель произвел, а пока через оптовую базу, через магазин каждый наценяет. И ты ужаснулся. Да, и уже цена на 45-50% выше, чем отпустил производитель. Поэтому бывает и больше. Поэтому, конечно, здесь в среднем мы так просчитываем по отдельным видам товаров до 50%. Цена ниже, чем в магазинах и на рынках. А в среднем 20%. Это все-таки прилично. Ну, если, например, сравнивать, достаточно сильно подорожали яйца в последнее время. Сколько будет стоить на ярмарке, допустим, десяток яиц? Ну, яйцо у нас 48 рублей. Практически на 10 рублей? Да, с поставщиками у них 49. А в основной массе, да, практически на 10 рублей дешевле, чем в торговых сетях. Да, если это какой-то высшей категории еще яйца, то они вообще будут дорогие. Да, то яйцо, я ориентируюсь на С1. А каким будет вообще ассортимент товаров на той ярмарке, которая будет в ближайшую субботу? Ну, ассортимент самый широчайший. То есть это будет и мясо, вот, мясопродукты, полуфабрикаты, все копчености, деликатесы. Вот, это рыба, свежемороженая, соленая, копченая. Вот, это кондитерские, кулинарные издения. Ну, кондитерские я имею в виду сахаристые, потому что мы с кремовым производством, мы на улице никогда... Ну, тоже по той же причине, что говорили ранее. Да, конечно, это особо скороподчатые продукты, поэтому мы с ними даже не связываемся. Вот, достаточно есть стационарных условий, в торговой сети можно приобрести это без каких-то там проблем. Вот, поэтому овощи, фрукты, ну, практически это то, что у нас берется про запас, мука, сахар, вот, крупы. Все это будет в достаточном ассортименте. У нас пекарни выезжают, поэтому это свежий хлеб. Ну, и какие-то еще продовольственные товары наверняка будут, да? Да, конечно, конечно. Ну, очень обширный ассортимент практически любого магазина. Все ли товаропроизводители с удовольствием участвуют в ярмарках? Ну, вы сказали, да, что им не надо платить за аренду, это плюс большой. Вы знаете, вот, особенно хочу сказать о том, что мелкие производители, которые не могут по своим объемам войти в сети. В силу того, что они не могут поставлять большого количества, большие партии. Вот, они все с удовольствием участвуют в ярмарках. Вот вы спрашивали про жителей, я могу сказать, что и поставщики, и производители так же часто звонят. Тоже ждут. Да, когда. Потому что, опять же, вот, в первую очередь, это реклама своего товара. Это раз. Второе, значит, они могут реализовать без всяких особых условий, как то, кто делает сети, да, предположим, принимают товар с отсрочкой платежа, вот, значит, там диктуют цены и так далее. А здесь вот как раз в этом плане достаточная свобода. Ну и потом это сразу наличные деньги, во-первых, продал. Вот, пожалуйста, закупай сырье и производи дальше. Вот, поэтому производители, конечно, заинтересованы. Я поняла. Какие-то новшества будут в этом году или все по традиции? Да, вы знаете, мы уже этот год практически начали с такого новшества, как если в 2018 году во второй половине это только было в тестовом режиме, то в этом году введена система, государственная информационная система «Меркурий». Это в части ветеринарии. Вот, чтобы ни у кого не было сомнений, вот эта система позволяет отследить вообще качество, место происхождения, да, производителя. И сегодня ветеринарная служба очень довольна работой этой системы, потому что они видят и отслеживают. И сегодня у нас вот таких каких-то неопознанных производителей и торгующих нет. То есть мы знаем, кого приглашаем. Ветеринарная служба, мы все эти списки подаем, значит, и они отслеживают по электронной своей системе, есть ли сертификат, где они получили продукты или произвели и так далее. То есть в этом плане стало намного спокойнее, намного надежнее в плане качества и безопасности продукции. Ну, в том числе и для людей, которые приходят. Конечно, конечно. А места проведения ярмарок изменились? Места проведения, они традиционные, хотя мы пытаемся новые площадки освоить. Ну вот, 16 февраля у нас первая ярмарка. Традиционные места – это в железнодорожном районе Ленина 71 у России, в центральном районе – это у Колизея Красноармейский 36, на южном – это Чайковского 21, в индустриальном районе – это 50 лет СССР 51А, в Ленинском районе – это площадь Народная. В принципе, все те же места, они всем знакомы, да. А какие средства вы теперь используете, чтобы пригласить людей на ярмарку, которые очень ждут? Ну, я вам честно скажу, вчера я на Краевом радио записался, сегодня. Ну, то есть через средства массовой информации. Да, через средства массовой информации. Мы опубликуем это на сайте. У нас ретранслируют это, как правило, Метелл и Алтопресс. Значит, мы в Вечернем Барнауле об этом печатаем. Поэтому, ну, все средства массовой информации. Ну, а какие-то объявления, может быть, в районах нет? Ну, как правило, когда мы осваиваем новые площадки, мы там используем. Мы даже на подъездах жилых домов развешиваем. А так, в принципе, достаточно хорошо друг друга оповещают. И достаточно часто. И радио, и ФМ, различные радиостанции. Ну, и плюс народ между собой услышал и рассказал соседу. Ну, мы приглашаем, я думаю, с вами на ярмарке 16-го числа. Обязательно. Мы ждем с интерфейдом. Приходите. Потому что нам вообще, с одной стороны, даже приятно. Потому что раз мы востребованы, раз наша работа нужна кому-то, то приятно получить удовлетворение от проведенной работы. Спасибо вам большое. Пожалуйста. А я напомню, что мы сегодня говорили с Александром Пугачем, председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросом труда администрации города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова